Я хочу познакомить вас с гостем, который находится в нашей студии. Знакомьтесь, Даурен Даулетович Ирсалиев, врач ЛОР областной детской больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Хорошо. Спасибо. Вот многие ошибочно полагают, что вот ЛОР-заболевание, это в общем-то сезон весна, осень, зима, но никак не лето. Хотя на самом деле сейчас самый пик. Да, совершенно верно, вы правы. Почему? Потому что возникают всевозможные у детей переохлаждения, они получают, часто купаются в водоёмах, начинают пить холодные напитки, мороженое есть. Под кондиционером сидеть? Под кондиционером сидеть. Ну давайте во всём по порядку. То есть самое часто распространённое, это что? Если брать на пьедестал, первый, второй, третий место. Ангина, отит, фаренгит, что? Так, в основном идёт больше ренит, вот, так как часто встречаются проблемы, да. Вот, потом дальше идёт ангина, вот, всевозможное обострение хронических танзелитов, ну и потом уже отиты идут. Ну вот насморк. Многие же тоже действительно полагают, что вот насморк летом, это явление такое нечто лёгкое, самопроходящее, в общем-то, браться за лечение не стоит, оно всё само собой пройдёт. В чём ошибка главная родителей? Ошибка родителей главная в том, что если этот процесс, процесс самого ренита, обычно банального насморка, затянется на более недели, там, и двух недель, вот, и уже возникнут гнойные какие-то процессы, то это уже может привести потом к дальнейшим к осложнениям, тем самым отитом. Отит – это проблема больше купающейся, но, во всяком случае, те, кто от души наплескался в водоёме. Хуже, если это водоём был без всяких санитарных требований, в общем, грязным, каким-то таким стихийным, что будет в этом случае? Ну, желательно, конечно, ребёнок, если будет купаться в этом водоёме, желательно, чтобы он соблюдал меры личной гигиены, вот, это шапочки для, специально для пловцов, и специально для пловцов продаются вот резиновые пробочки. В уши? Да, в уши. Но мы вообще ещё рекомендуем, когда дети просто принимают душ, вот, чтобы вода в ухо не попала, особенно тем детям, которые страдают хроническими отитами, у которых может в дальнейшем возникнуть опять повторные рецидивы какие-то, да, вот, мы рекомендуем просто обычный ватный тампон, вот, с каком-нибудь жирным кремом или с мазью. Зачем мазь? Мазь для того, что ставится с ватным тампоном, для чего? Для того, чтобы вода не проникла в наружный слуховый проход, вообще в среднее ухо. Понятно. А чем чревато проникновение в грязной воды, уж не говорю о чистой, грязной воды в уши, в слуховой проход? Ну, чревато тем, что вода, попав уже в слуховый проход в среднее ухо, вот, может возникнуть отит в том плане, что ребёнок после купания может остаться под кондиционером или в сквознике ночью, когда он спит, да, и всё, в это время уже может возникнуть воспаление, вот, и может привести к наружному отиту и к среднему отиту. Ну, вот так вот наивно полагать, что ангина может пройти сама по себе, в общем, насморк сам по себе, отит сам по себе. На самом деле, лору врачу известно, да, что всё это внутри взаимосвязано, и одна болезнь может легко перейти в другую. Ну, то есть, нужно своевременно лечить область носоглотки, вот, потому что это всё связано, вот, полость носа, полость ротоглотки связана со средним ухом. Почему? Потому что оттуда инфекция, в основном, с носоглотки через яйстахиевую трубу попадает в среднее ухо, особенно у маленьких детей, вот, потому что у них слуховые трубы короткие, вот, и широкие. И всё гораздо быстрее. Да, и гораздо быстрее инфекция попадает туда, чем у подростков и у взрослых детей. Как попытаться самостоятельно сделать так, чтобы вода из слухового прохода вышла после купания? Ну, самостоятельно там просушить её, вот, аккуратно, только ватными тампончиками, но аккуратно, не доходя до среднего уха, до барабанной перепонки, да, вот, не глубоко, а только протереть ушную раковину, снаружи проход. Как диагностировать, есть ли вода в ухе? Как понять? Ну, продиагностировать можно будет, есть простой способ, при надавливании на козелок ушную раковину, вот, в преддверии слухового прохода, да, вот, будет уже наличие жидкости или же боль. Это является признаком. Понятно. Какой может быть профилактика? Общая профилактика для того, чтобы летом, в общем-то, не страдать от вот таких заболеваний, ну, это просто даже печально провести лето, вот, с набором таких болезней. Ну, профилактика заключается в чём? В том, что, ну, проводить первым делом закаливание организма, вот, просто, чтобы даже ребёнок босиком походил около 20 минут или, там, получаса, просто дома даже или где-нибудь на берегу, да, вот, по песку, чтобы просто чисто организм закалить. Потом, ну, естественно, избегать всевозможных переохлаждений допускать, вот, вирусных инфекций, вот, ну, принимать, например, всевозможные напитки в тёплом виде, вот. А хочется в холодном? Может быть, тогда как-то дозировать маленькими глотками или как-то не сразу в большом объёме? Можно дозировать, как бы, и вот, и мороженое, например, и напитки, просто набрав какое-то количество в рот, просто согреть его при своей температуре организма, потом проглотить, когда будет безопасно. Насколько сложны вот ситуации, когда вы видите, что ребёнок поступил к вам уже в стадии не то что обострения, а вот запущенной стадии? Я имею в виду, оттен, ну, ангину, насморк, это понятно. Вот, ну, когда у ребёнка отмечается всевозможная симптоматика определённая, это болевой синдром, вот, повышение температуры тела, вот, гной течения из уха, если это гной найти. Вот такие симптомы основные. А вообще, скажите, пожалуйста, вот самая частая ошибка родителей, что пытаются сделать они, мотивируя это тем, что это была первая помощь ситуации? Что чаще всего делают неправильно родители? Ну, чаще всего, конечно, неправильно родители делают то, что занимаются самолечением. Вот, не показав этого ребёнка к специалисту, вот, они начинают проводить самолечение. Ну, обращаются в аптеки, приобретают препараты, вот, лечатся нецеленаправленно вообще. Вот, поэтому лучше при первой помощи, если же отмечается просто болевой синдром у ребёнка, вот, то хотя бы сделать анальгетики на первую помощь и компресс. Угу. Понятно. Ну что ж, большое спасибо. Надеемся, что вы лето проведёте тоже без кашля, что всё у вас пройдёт, всё будет здорово. Спасибо вам большое за то, что нашли беременности. Спасибо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова